Привет дорогие друзья! Сегодняшнее небольшое видео я подготовил для каждодневного использования мультипликаторных катушек. Скажем так, я назову это видео ТОП 5 полезных советов по уходу за мультипликаторными катушками непосредственно в процессе их эксплуатации. Итак, совет номер первый. Транспортировка мультипликаторных катушек. Ну, что имеется ввиду? Как лучше всего, как наиболее правильнее транспортировать, в чем хранить мультипликаторные катушки. Для этих целей я использую несколько вариантов кейсов. Потому как во время передвижения между рыбалками, к месту рыбалки, обратно, рекомендуют сохранить катушки в подходящих для этого кейсах. Это могут быть заводского плана, вот такие специальные кейсы, да. Они на мульнии, вот допустим. И катушка удобненько здесь располагается, мультипликаторная катушка. Это могут быть просто банальные там мешочки. И мультипликаторная катушка здесь тоже удобна. Не попадает пыль, она защищает от пыли. Но такой мешочек он не защищает, вообще не защищает от механических повреждений. В отличии, допустим, вот этого кейса, он хоть как-никак, но он от механических повреждений защищает. Очень удобное решение я нашел, вот это я уже сам написал. Очень удобное решение, вот такие кейсы продаются на Алиэкспресс. Их вы видели и в моем видео, на моем канале есть видео. Это кейсы для экшн-камер. Очень классная штука. Прочные такие кофры. Тоже на молнии, раскрываются. И здесь удобно хранить. Даже здесь можно какие-нибудь поводочки там положить, что-то мягкое. Ну и здесь у меня, допустим, хранится вот эта катушка. Но помимо этого, она еще лежит вот в таком неопреновом чехле, который ее не закрывает полностью. Но, скажем, от механических он довольно-таки хорошо защищает повреждений. Плюс ко всему, здесь имеется возможность сразу же прямо на удилище, то есть в процессе рыбалки, если переходить с места на место, можно одеть этот чехол. Таким вот образом, предположим, что палец это удилище. И таким образом механически катушка будет защищена от механических повреждений. Где-то плотки, тряска там различная, чтобы она не царапалась и тому подобное. А когда к месту едем, желательно использовать кофры. Потому как, кроме того, что катушка может царапаться, особенно с рыбалки возвращаясь, она влажная, шнур мокрый, на шнур налипает различная пыль. Если просто ваша катушка будет где-то там на дне рюкзака, в пакете там или в сумке валяться, понятное дело, на нее налипнет грязюка, пылюка, и потом эта пылюка будет проникать внутрь, в механизмы катушки. Поэтому желательно использовать подобного рода кейсы. Второй совет. Это после использования катушки, ее просушивание. Желательно катушку не укладывать в кейс и не хранить ее в кейсе. Не бросать ее куда-то там на дно сумки, рюкзака и тому подобное. Желательно катушку после использования на рыбалке, в любых условиях. Желательно ее дома положить хотя бы, хотя бы просто, вот в таком виде, положить ее до утра, чтобы полежала, просохла сама по себе. Но не лишним будет, и иногда я это делаю, особенно если ловля происходила в сырое время года, в дождливое. Я еще достаю, вот таким вот образом я раскрываю, еще и шпульку вынимаю. Таким вот образом оставляю катушку просыхать. Так она лучше просыхает, поскольку открыта и, ну, доступ и к внутренностям немножко. И шпуля лучше просыхает, так катушка высохнет быстрее. То есть это будет абсолютно не лишним. Третий совет. Третий совет это некое легкое ТО после рыбалки. Элементарное ТО после рыбалки. Поскольку рыбалка зачастую проходит и в дождливую погоду, и в сложных погодных условиях, снег там и тому подобное. Желательно после использования катушку осмотреть. Если попала где-то пылюка, грязюка на червяке, может быть, где-то там под кнопы попадает. Бывает такое, что от того, что мы часто нажимаем и притормаживаем пальцем, пылинки попадают на края бортика в шпуле. Катушка может быть попискивать после этого. И шпуля вращаясь, тоже может вращаться с таким легким попискиванием, пошуршанием. Желательно после рыбалки вынуть шпульку, аккуратненько ее прочистить салфеточкой. Внутреннюю часть, где можно достать раму, тоже прочистить салфеткой. Глазок лица укладывателя прочистить салфеткой, ватной палочкой. Посмотреть на червяк, есть ли там заметные грязюки, пылюки и тому подобное. Если есть, можно прочистить червячок, не разбирая, аккуратненько ватной палочкой, поворачивая катушку, вращая ручку. Приложил ватную палочку, поворачивал немного, таким образом почистить. По крайней мере, от тяжелых механических загрязнений вы таким образом очистите. Ну и естественно прокапать или тут же сразу же промазать этот же червяк, прокапать подшипники, на шпуле посмотреть, чистые, не грязные. Если грязюки явно и не видно, то просто прокапать. Если есть грязюка, желательно, конечно, подшипники снять. Это не занимает много времени, но поверьте, ваша катушка будет подготовлена к следующему выезду. И таким образом вы уменьшите для себя проблемы. Но если так получилось, что на рыбалке вы случайно уронили катушку в воду или там, не дай бог, в песок, то, во-первых, на этот случай желательно с собой иметь запасную катушку, чтобы эту отложить в сторонку и пользоваться запасной катушкой, которая чистая, не падала в грязь. Ну а дома, соответственно, эту уронившуюся катушку, ее желательно разобрать и как следует помыть, почистить, сделать ей пилом. Четвертый совет. Четвертый совет, он как раз таки касается технического обслуживания. Не нужно класть большое количество смазки. Излишнее количество смазки, оно пользы не принесет. Это точно. Поскольку смазка имеет свойство накапливать грязь, если будет большое количество смазки в катушке, то, понятное дело, так или иначе в катушку попадает вода. А, соответственно, с водой все частички, которые содержатся в воде, пылинки, различные соринки, они тоже будут попадать внутрь катушки. И, соответственно, накапливаться в той излишнем количестве смазки, которая лежит в катушке. Со временем вода будет попадать и размывать эту смазку. Так или иначе, смазка все равно подвержена воздействием воды. И вот эта грязюка, она будет туда-сюда перемещаться внутри катушки и попадать в механизмы, еще глубже попадать в механизмы, в подшипники, в муфту обратного хода, в главную пару будет попадать. Что со временем, кроме как вреда, никакой пользы не принесет. Поэтому большое количество смазки при обслуживании мультипликаторной катушки, оно абсолютно не нужно. Тем более, что это не несет никакой экономии. Пользы точно нету, а излишняя смазка будет только... Будет большой перерасход у вас в том числе. Поэтому не нужно. Пятый совет. Он касается тех случаев, когда, особенно перед зимним периодом, спиннингисты, мультовики не ловят в поздний, осенний и зимний период, а откладывают свои катушки на временное хранение, где-то там в ящичек, на полочку. Поэтому в таких случаях рекомендуется ослаблять все механизмы, которые нагружены в катушке. Я практикую и после рыбалки ослаблять. Например, я всегда ослабляю фрикцион. Всегда после рыбалки я фрикцион ослабляю, чтобы не нагружались фрикционные диски, не нагружались фигурные шайбы изогнутые, которые в катушке вот так вот стоят для того, чтобы пружинить пружинные шайбы. Со временем любой металл устает. И если вы будете держать катушку постоянно в натянутом фрикционе, то эти шайбы со временем расплющатся и с каждым разом они будут все меньше и меньше, как из какого бы материала они были бы не сделаны. Он все равно будет, даже пружины поддаются усадке. Поэтому желательно фрикцион ослаблять. Особенно если вы катушкой планируете какое-то продолжительное время не пользоваться. Месяц-два на зимний период закладывается на хранение. Точно так же рекомендуется ослаблять осевик. Что это дает? Во-первых, это снижает нагрузку на ось. Ось не будет подгружена. Во-вторых, пятачки опорные, что в боковой крышке, что в колпачке осевика, опорные шайбы, они тоже не будут подвергаться нагрузке. Со временем от нагрузки они проседают, появляется выработка, что в одной, что во второй. Вот здесь вот шайбочка такая есть. Поэтому желательно все механизмы ослаблять. Вот, например, катушка у меня редко используется вот эта. Как проверить? Легкий люфт есть в шпуле? Значит, осевик ослаблен. Вот он. Я ослабляю его всегда для того, чтобы не было подгружено. Точно так же я ослабляю фрикциончик. Спокойненько, чтобы было. Что еще желательно ослаблять? Вот в таких катушках с магфорсом, да, вот эта, допустим, катушка. Вот эта, в ней точно такая же, точно такая же система. Вот я сейчас вам вскрою, покажу. Вот она. Точно такая же. Она устроена таким вот образом, что этот магнитный механизм устроен таким образом, что диски, вот эти кольца, внутреннее и внешнее большое кольцо, они приклеены, естественно, вот внутреннее приклеено там, допустим, к корпусу катушки, к боковой крышке. Ну, не к самой крышке, оно приклеено к байнету, байнет прикручен к боковой крышке. Так вот, эти магниты устроены таким образом, что они взаимодействуют друг на друга и создают магнитное поле. И только в двух положениях, в максимальном и минимальном, они как бы друг на друга меньше воздействуют, они притягивают себя. И поэтому идет нагрузка на сам клей. Так вот, для того, чтобы нагрузка на клей была как можно меньше, желательно устанавливать переключатель либо в положение OFF выключено, если такое положение есть. Если положения такого нету, а начинается сразу с единички, или даже с нуля, то желательно установить на максимальное положение. Допустим, если здесь десятка положения, то надо поставить на десятку. Если в этой катушке, предположим, двадцатка, то надо переключить на двадцатку. Если катушка, предположим, с линейными магнитами, допустим, вот такая вот, в качестве примера, тут вот такого плана магниты, они переключаются так вот, переключателем, и передвигаются, если посмотреть, глубже, глубже, ближе, то вот, допустим, в положении, когда они глубже утоплены, они сжали пружинки. Вот эти пружинки, вот винтик один, винтик второй, приклеена вот эта вот подковка с магнитами, и получается, вот в этом положении, вот оно в данном случае соответствует нулю, пружинки полностью сжаты. Лучше установить на максимум. Тоже десять, цифра десять в данном случае, вот это Banex Zest. Много где в таких катушках, и Abu Garcia, Black Max, ну, вся серия Max, Pro Max, Blue Max, они тоже имеют такую же систему. Желательно, то есть, повернуть переключатель таким образом, чтобы пружинки были в расслабленном состоянии. Ну, собственно, если только добавить о причинах, об одной из причин косой намотки, это как раз таки из-за того, что при неправильном хранении, когда осевик зажат полностью, и любители ловить с осевиком его настолько перетягивают, что аж проседают опорные пятаки, шпуля начинает постепенно в ту или иную сторону, в зависимости, какой пятак больше проседает, правый или левый, шпуля начинает немножко смещаться в ту или иную сторону. Это приводит к косой намотке шнува. Ну, вот такие нехитрые, вот такие нехитрые советы, которыми я, собственно говоря, пользуюсь. Я думаю, что они будут вам полезны, они продлят жизнь ваших катушек. Все, всем спасибо за внимание, спасибо, что смотрели, удачи и пока! Субтитры создавал DimaTorzok